Добро пожаловать, уважаемые зрители, в очередное захватывающее видео, посвящённое самым интересным стратегиям, которые стоит попробовать, если ещё не играли. В мире гейминга каждый год появляются новые проекты, поражающие нас своей глубиной и увлекательностью. Сегодня я собрал для вас десятку самых захватывающих и оригинальных стратегий, которые не оставят вас равнодушными. И перед тем, как мне начать, хочу напомнить вам, что игры можно приобретать с хорошими скидками в магазинах, ссылки на которые оставлю в описании. Ну что же, давайте начнём наше приключение по миру стратегических игр. Duna Spicewalls Это фантастическая стратегия в реальном времени с элементами глобальной игры. Действие игры происходит в вымышленной вселенной Дюны, которая стала темой многочисленных книг, фильмов, сериалов и игр. Сюжет слабо основан на первой книге, но в значительной степени опирается на фри-то-плей игру, где каждый пользователь создаёт собственную историю. Игроки смогут выиграть одну из четырёх доступных фракций и привести её к победе в войне за планету Аракас и её ресурсы. Игра ловко сочетает в себе классические элементы РТС, а также глобальную планетарную стратегию. Таким образом, даётся глобальная карта, разделённая на участки, а именно на этих участках ведётся война с другими фракциями. У каждой страны есть слабые и сильные стороны, как в плане технологий, так и в плане войск. На глобальной карте рассматриваются крупные вопросы, а также интриги и дипломатия, в то время как на обычной карте происходят кровопролитные сражения. Игроки смогут строить различные сооружения, добывать специи и использовать полученные ресурсы для обучения войск и строительства новых транспортных средств. Отрядами можно управлять, а сами сражения масштабные, в них участвуют десятки войск. Все здания, локации и юниты в игре имеют проработанную графику и узнаваемый дизайн. Age of Empires IV – это последняя часть широко известной серии компьютерных стратегий. Геймплей остался прежним, так что это любимая всеми стратегическая игра, но с действиями в реальном времени. Ваша игра начинается с того, что вам будет предложено выбрать нацию, а их довольно много. Вы можете начать с древних египтян и закончить могущественными и очень храбрыми римлянами. В начале игры у вас практически нет ничего, но по мере прохождения игры у вас появляется армия и различные технологии, которые значительно облегчат вам переход. Но не забывайте учитывать тот факт, что вам нужно как можно раньше эволюционировать перед своими врагами, иначе они будут намного сильнее вас, и тогда вы не сможете их победить. Однако, не стоит слишком зацикливаться на сражениях, ведь есть еще много интересного, например, добыча полезных ресурсов, таких как камень, золото и дерево. Все это поможет вам в будущем строить новые здания, а значит, ваша страна будет развиваться. Здесь достаточно развита экономика, важнейшим фактором которой является добыча продовольствия. Ни крестьяне, ни солдат, ни рабочие, никто не сможет существовать без еды. Вам понадобится камень и дерево для строительства новых сооружений и оружия. Ценное сырье – золото. Помогает при крупных улучшениях, а также при создании более сильных юнитов. Переходя от одной эпохи к другой, вы увидите удивительные возможности и открытия в строительстве, а также в военном деле. Вы начинаете, как обычный, оборванец с виллами и постепенно продвигаетесь к храброму солдату с мушкетом на плече. Разработчики вложили в эту игру все лучшее из предыдущих частей и отполировали ее до невероятного блеска. Графика здесь значительно улучшена. Солдаты, здания, пейзажи выглядят весьма впечатляюще. Несмотря на то, что новую часть этого удивительного приключения создавали разные люди, им удалось сохранить непередаваемую атмосферу. Графика великолепная, детализация на высшем уровне, а экономика сложная, но приятная. Все это дает нам возможность по-настоящему полюбить этот жанр компьютерных игр как экономическую стратегию. Human King предлагает игрокам возможность построить историю и развить свою собственную цивилизацию на протяжении нескольких эпох, от древности до современности. Human King игроку предоставляется много свободы в выборе своего пути развития. В начале игры вы выбираете начальную цивилизацию, которую сможете прокачивать и трансформировать во время игры, комбинируя различные культурные и исторические влияния. Каждое решение, которое вы принимаете, может повлиять на будущие эпохи игры. Вы можете выбрать вашу стратегию развития, мирное расширение, хитроумные дипломатические маневры, военные завоевания или научное открытие. Ваше руководство и решение определяют судьбу вашей цивилизации и взаимоотношения с другими игроками. Одной из главных особенностей Human King является система жестов. Это виртуальные прагматичные правила, которые игроки создают для своей цивилизации и которые остаются их привилегией на протяжении всей игры. Игра предлагает красочную графику и глубокий геймплей, который позволяет игрокам исследовать историю, формировать свои цивилизации и определять судьбу мира. Игра подарит вам множество увлекательных часов, полных стратегических решений и культурных истоков. Knights of Honor 2 Sovereign Стратегический игровой проект разработан в режиме реального времени, где мы отправляемся на просторы мира Средневековья. Игроков ожидает эпические схватки, оригинальный и незаурядный сюжет, масса интересных задач и преград, которые будут постоянно возникать на пути. Главная роль – это роль правителя, которую ты успешно возьмешь на себя, чтобы постараться привести свое королевство к процветанию. Перед тобой стоит цель – добиться мирового господства, но для этого предстоит пройти массу преград и завоевать тысячи земель. Важно проявлять навыки стратегического планирования, подключив не только силу, но и хитрость, дабы не оставить оппоненту и шансы на победу. Для достижения поставленной цели игра предлагает массу возможностей и вариантов развития событий, а поэтому каждое новое прохождение будет уникальным. Графика порадует стилистикой, присущей средневековому миру, и позволит каждому головой окунуться в этот незабываемый средневековый мир. Mount Blade 2 Bannerlord – это симулятор средневекового рыцаря с элементами ролевой игры, стратегии в реальном времени и игры песочницы. Место действия – вымышленный ранее средневековый мир Каладии, который в остальном практически идентичен, за исключением разных названий наций. Игра является продолжением первой одноименной игры, с улучшенной графикой, боевой системой и анимацией, проработанной ролевой системой, более яркими городами, реалистичной экономикой, расширенной дипломатией, новыми осадами замков и многими другими новыми возможностями. В игре нет всеобъемлющейся сюжетной линии, только отдельные миссии и небольшая кампания, которая поможет вам освоить основные игровые возможности. Более того, игрок перенесется в бесконечно открытый мир, где материком правят несколько королев, со своими обычаями и культурой. И игрок может выбрать сторону или стать свободным рыцарем, а затем создать свою собственную уникальную нацию. Игра также позволяет игрокам сражаться в одиночку или нанять армию, способную разрушить целые замки. Также в игре есть торговля, система снаряжения, диалоги, создание предприятий, сотни квестов и многое-многое другое. The Last Haven – это стратегия выживания, действие которой происходит в разрушенном постапокалиптическом мире. Лишь немногие счастливчики избежали смерти в огне ядерных взрывов, и теперь остатки человечества борются за выживание. Ваш герой должен позаботиться о небольшом поселении, которое было оставлено. Его жители пытаются противостоять жесткости нового мира, но им нужен надежный лидер. Сначала нужно подумать о пище и воде для людей, отправившись на поиски надежных источников. Изучи окрестности, собери информацию и посмотри на произошедшие изменения. В своем путешествии используй высокотехнологические ресурсы и предметы, которые вы можете найти в округе, чтобы помочь себе. Мирный образ жизни жителей и деревни быстро понравится охотникам, поэтому вам нужно будет создавать сплоченную всестороннюю защиту. Используйте имеющийся арсенал для борьбы с врагами и уничтожайте всех, кто попытается подойти слишком близко. Улучшайте оружие и снаряжение, чтобы противостоять врагам, возьмите под контроль свою общину и следите за каждым своим шагом. Вевиленд. Игра, разработанная в жанре тактической стратегии, которая отправляет нас на просторы мира прошлого, а именно в 13 век. Мы исполним роль отважного рыцаря, который после определенных событий решает вновь вернуться в любимое дело и вступить в борьбу со злом. Мы отправимся на поиски ценного артефакта, владелец которого получит немыслимую силу. Своим главным противником станет бывший соратник с его мощной армией, поэтому нужно как следует подготовиться к сражению. По мере следования изучай локации, выполняй различные задания и собирай собственную армию, которая будет способна противостоять армии оппонента. Порадует сюжетная линия, обогащенная неожиданными поворотными событиями и сюрпризами, которая точно не даст нам скучать ни минуты. Визуальное исполнение отлично проработано, наделено приятной анимацией и интересной рисовкой средневекового мира. Old World – это пошаговая стратегическая игра, действие которой разворачивается в историческом сеттинге, а основные события происходят в классическую эпоху. Вы должны возглавить одну из многочисленных семей с солидной историей, чтобы превратить свой клан в величайшую династию и основать собственную империю. В качестве правителя вам придется принимать сложные решения и заботиться о благополучии всех членов вашей семьи. Каждый ход в игре – это один год в игре, в течение которого происходит множество различных событий. Будущее вашей семьи полностью зависит от решений, которые вы принимаете. Вы можете вести мирный путь развития, увеличивать свое имущество и развивать экономическую составляющую своего будущего государства. У вас также есть возможность стать могущественным и хитрым императором, проводящим политику завоеваний. Ваше имя будет преследовать соседей еще многие века. В этой игре вам нужно осуществить амбициозные планы, достичь желаемых высот и построить государство с собственной политикой и экономикой. Company of Heroes 3 – продолжение классической РТС, основанной на событиях Второй мировой войны. На этот раз поле боя – итальянское Средиземноморье, где игрока ждут ожесточенные стычки и нерассказанные истории. Бенито Муссолини объявил о военном союзе с нацистской Германией, что не понравилось союзникам. США, Великобритания и другие страны готовят контрнаступление против итальянского фашизма. Геймеры должны выбрать один из трех лагерей – британские, американские или смешанные союзные силы. На глобальной карте региона генералы нанимают и модернизируют подразделения, планируют маршруты и определяют цели. Сюжетная кампания нелинейная и игроки сами решают, куда направить свои войска. Например, для освобождения соседней деревни или для обеспечения безопасности источника ресурсов. Каждая миссия многократно переигрывается и разнообразна, а гибкие настройки искусственного интеллекта подходят как для новичков, так и для опытных фанатов. Помимо игры против компьютера, вы также можете играть против других онлайн-игроков. Есть множество уникальных карт на выбор, дополнительные фракции, такие как Вермахт. Благодаря насыщенной сюжетной линии и множеству режимов PvP, многопользовательская игра дарит десятки часов сложного и напряженного геймплея. Fartest Frontier – это игра, разработанная в жанре градостроительной стратегии с элементами песочности, где все действия будут происходить в реальном времени. Мы отправимся на просторы Средневековья, где создадим безопасное и комфортное жилое поселение. План будет включать в себя строительство сильной крепости, которая станет основной для отражения атак противника. Знакомство с районом, начало работы, строительство новых домов и инфраструктуры, а также контроль над экономикой. Важно прислушиваться к пожеланиям жителей, ведь если им будет комфортно, ваше население будет быстро расти. Особенностью игры является то, что с каждым новым стартом мир и его обитатели будут создаваться совершенно случайным образом, что делает прохождение еще более интересным и непредсказуемым. Игровая механика представляет широкий спектр действий, которые вы можете использовать для успешного достижения своих целей. Визуальные эффекты хорошо продуманы и позволяют в полной мере ощутить роль менеджера. Вот мы и подошли к концу моего нормального видео о топ 10 стратегических играх, которые стоит попробовать в этом году. Я надеюсь, что вы нашли в этом списке что-то интересное для себя и готовы отправиться в захватывающее стратегическое приключение. Не забывайте следить за новыми релизами и обновлениями, ведь гейминг индустрия всегда радует нас своими новинками. Благодарю вас за внимание и желаю вам невероятных приключений в мире стратегии в следующем году. До новых встреч в наших будущих видео. Субтитры подогнал «Симон»